Приветствую! Мобилизация усилится. Такое заявление сделал Сергей Рахманин, это член Комитета парламентского по национальной безопасности, обороне и разведке. И обосновал он это тем, что объективно есть сейчас в Украине потери на фронте, при этом есть планы по продолжению и усилению контрнаступления, и в связи с этим есть потребность в солдатах, и соответственно мобилизация будет усиливаться. Но смысл этого видео не в том, чтобы рассказать вам о том, что вот кто-то что-то сказал. Смысл совершенно в другом. И сейчас я скажу то, что кому-то покажется банальным, но как показывает практика, об этом нужно говорить. Что я хочу сказать? Поскольку мы вот имеем такое подтверждение от депутатов о том, что мобилизация усилится, значит что мы должны к этому готовиться. Что я имею в виду? Сейчас я обращаюсь к людям, у которых есть потенциально основания для получения отсрочки. Так вот, я вас прошу, позаботьтесь о том, чтобы оформить вашу отсрочку, чтобы как минимум иметь документы, подтверждающие эти основания. Почему я об этом говорю? Почему говорю именно сейчас? За эту неделю, вот сегодня четверг, но у меня уже два человека обратились, которые, имея основания для отсрочки, оказались в очень сложной ситуации. В какой? Значит, один из этих людей имеет отца, который лежачий, второй имеет дедушка, причем дедушка живет с ним, реально он осуществляет уход, потому что дедушке за 80 лет и его забрал к себе, чтобы вот человек сам уже не может жить. И что вы думаете? Спустя полтора года мобилизации ни у одного, ни у другого нет ни единого документа, подтверждающего, что они осуществляют уход за своим отцом и дедушкой во втором случае. Почему сейчас они вообще подняли этот вопрос? По одной простой причине. Один получил повестку, другого упаковали в бусик, увезли, он прошел ВЛК и оказался естественно пригодным и получил повестку на отправку через неделю. То есть да, ему дали неделю. И вот теперь эти люди в шоке, как нам оформить ведьмы же сейчас, вот ну что, что мы будем делать, если мы уедем, эти люди останутся без помощи. Почему здесь нельзя заменить другими родственниками? Потому что нужна мужская сила, потому что когда у тебя лежачий отец, ни его дочь, ни твоя жена, ну они не могут ухаживать, потому что просто недостаточно физической силы. И соответственно, во втором случае, тоже дедушка, да, там не лежачий, он еще ходит, но там нужна тоже физсила, потому что дедушка там не может ни в ванну съесть, ни из ванны его вытащить. То есть это проблема. И нужна физическая мужская сила. Вот поэтому я сейчас к вам обращаюсь. Если вы не думаете даже о себе, да, потому что я понимаю, что кто-то из вас готов и живет с мыслью какой, что если дадут повестку, да, я пойду служить в армию, защищать в Украину. Но вопрос в чем? Вы должны подумать о тех людях, за которыми вы сейчас ухаживаете, потому что вы можете их оставить без надлежащего ухода. И ну вот реально, на кого останутся эти люди? Поэтому, пожалуйста, те из вас, у кого есть родственники с инвалидностью, за которыми вы осуществляете уход, люди без инвалидности, но за которыми вы осуществляете уход, позаботьтесь о том, чтобы, ну пусть если не заранее оформлять отсрочку, возможно в этом необходимости крайней и нет, но позаботиться о том, чтобы у вас был документ, подтверждающий, что этот человек нуждается в уходе, что вы действительно осуществляете уход. Таким документом может быть акт про догляд, может быть, если у вас нет дохода, вы можете оформить компенсацию по уходу за этим человеком. Займитесь этим сейчас, не ждите того момента, когда вам вручат повестку, вы пройдете реально за один день ВЛК, а дальше вам дадут повестку на отправку и все. И в итоге ваш родственник просто останется без помощи. Подумайте, если не о себе, то думайте о родственниках. Как получить отсрочку, какие основания отсрочки, как оформить, какие документы нужны. Но ведь об этом же есть масса информации. У меня на канале есть видео, у других адвокатов на каналах есть видео. То есть все уже разжевано, рассказано, все. Остается только это сделать. И еще раз, если не думаете о себе, подумайте о родственниках, которые останутся без присмотра. На этом у меня все. Традиционно пожелаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok